Яна, бей в угол! Пусть сначала до мяча добежит. Никита, ты следишь за молоком для Васи? Ага, слежу. На тебе. Смотри, чтобы не убежала. От меня не убежишь. Что, жареным запахло? Сынок, сдавайся. Я тебя окружил. Не понял. Папа. А я думал, ты там. Папа. Сынок. Папа. Сынок. Папа. 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 Пошли во двор запускать змея. Сынок, давай в следующий раз. Папа сейчас очень сильно занят. А чем мне тогда заняться? Да чем хочешь. Вон, возьми фломастер и порисуй. И почему всегда что-то случается именно с вами? Почему вы ведете себя как дети? Мы не дети. Мы... Папа. 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 Не поймают детей В холодную реку с разбега с моста И натуральная лишь красота Туда, где все ярче и все зеленей Где жены прекрасны, мужчины смелей Где дружба, любовь и передряги сильней Летим скорей Вот там мы узнаем, кто трус, кто герой Кто в трудное время будет с тобой Кто будет лузер, а кто чемпион Правда сильнее или закон Это Папанки Кантри сезон Папанки Меня сегодня на выпускном ничего не остановит Да, я сделаю все, чтобы он запомнил эту ночь навсегда Ну конечно, мы ведь уже взрослые люди Жень, мне кажется, ты преувеличиваешь А мне кажется, ты преуменьшаешь Наша дочь решила на выпускном Совершить непоправимое А кто вообще решил, что родителям там нельзя быть? Дети Отлично А через 9 месяцев эти дети будут нянчить уже своих детей А ты внуков Сплюнь Доброе утро, Саша Доброе утро Зайчик Только не говори, что забыл, как меня зовут Да ты что, Папуль Ну так? Да все я помню, птичка моя Лиль Ну это уже не смешно Он хитрец Ты поиграть хотел? Блин, я же опаздываю на рейс Слушай Ну может без тебя обойдутся Такая большая авиакомпания Одной стюардессы больше, одной меньше Тебе и не заметят А сейчас я точно уже опаздываю Ну если я буду за рулем Мы еще разок успеем Понял Долетим за 2 минуты Что, я уехал Эй, подожди Что? Егор А куда это ты? Куда? Я деловой человек По делам я Куда? Интересно, какие это у тебя дела? Я думала, после того, как ты чуть не потерял все деньги Ты наконец-то возьмешься за ум А ты целыми днями опять ничего не делаешь Я не делаю, я делаю, Света О чем ты говоришь? Егор, ты ресторан собираешься открывать? Напомню, полгода прошло Никита, между прочим, из-за тебя уволился из банка Света, ресторан это не ларек с шаурмой Я изучаю рынок Просчитываю риски Разрабатываю стратегию В общем, тружусь в поте лица Ну в общем все Ладно, давай Люблю тебя Его тоже Девчонки Ваш мячик Спасибо О, нафиг я морж что ли? Полундра, червяки сухопутные А, алло Мужик Поосторожнее, можно? А я кого-то забрызгал, извините, я не заметил. Вообще-то меня сложно не заметить. Вообще-то здесь не бассейн, и я никому не мешаю, понял? Вон, за камышей заплыви, и там плескай сколько хочешь. Слышь ты, Бодифакт, в цирке себе выступать будешь, понял? А в нашем поселке не командуй. Привыкай, теперь это и мой поселок. Да не переживай, мам, все как обычно, все в порядке. Целуй Васечку, мы по ней очень скучаем. Да, и папе привет. Все, пока-пока, пока. Ириш, подскажи, какой лучше галстук выбрать для встречи? Смотря с кем встреча. Ну, Ир, не начинай. Деловая встреча, по работе. С Ольгой Николаевной у тебя тоже было по работе. Ир, ну мы же вроде разобрались. Ничего у меня с Ольгой Николаевной не было. А ты меня теперь ревнуешь каждому столбу. Я? Привет, Никитка. Будешь ужинать? Ну, чем это от тебя пахнет? Женские духи? Так это ж твои. А, точно. Будешь ужинать? Ну, не я же. Ой, не выдумываю. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Павленко. Я семейный психолог, слушаю вас. Здравствуйте. Меня Антон зовут. Ирина Васильевна, у меня в семье сложилась следующая ситуация. Антон, не переживайте. Из любой ситуации можно найти выход. Ну что, как вам? Ну, просто красавица? Так, Вика. Только носи аккуратно, потом не отдашь. Все женихи твои. Только через мой труп. Я вообще не понимаю, это платье или тряпка для быка? Началось. Вы хотя бы могли спросить мое мнение перед тем, как что-либо покупать? Угу. Я уже просто представляю, во что бы ты мне нарядил. И вот теперь вы вступаете во взрослую жизнь. Так пусть же эта дорога жизни будет устлана только лепестками алых роз. А шипы этих роз будут напоминать о том... Слушайте, может мне просто вообще лучше никуда не идти, а? А что? Отличная идея. Посидим дома, отметим по-семейному. Мам, мам, хоть ты скажи ему? Так, давайте мы успокоимся, да? Жень, чего хочешь ты? Я хочу другое платье. Приличное. Ну хорошо. Другое так другое. Только учти, что тебе это дорого обойдется. Это ведь не только платье. Это туфли, сумочка, аксессуары, маникюр, макияж, а еще чехол для телефона. У тебя есть на все это деньги? Есть. Есть. Альо, мам, привет. Нет, не заболел. Нет, ничего не случилось. Нет. Мам, ты можешь мне наложить немного денег? Мне нужно платье. Я уже жду следующей встречи. Я тоже. Прилетай поскорее. Саша! Привет! Привет! Как ты узнал, что я сегодня прилетаю? Даже рейс перенесли. Я соскучился. Я следил за твоим рейсом. Не мог дождаться встречи. Ты такой у меня замечательный. Садись. Игореша, ну что ты сидишь все время в этой приставке? Пошел бы поиграл в футбол лучше. Пап, я в футболы играю. Да на улице поиграй в футбол. Сейчас пойду. Сейчас. А вот и свет моих очей. Мое светило, моя Светлана, дорогая жена. И мой маленький Раджа, Лев Егорыч. Доброе утро. А что это мы такие кислые? Э, что случилось? Да нет, просто я не выспалась. Я храпел, да? А я не хороший человек. Меня нужно наказать. Мне нужно голову отрубить. Да нет, за столько лет уже как-то привыкла к этому. А я понял. Наш маленький Раджа пихал тебя ножками изнутри. Да, маму не надо пихать. Маму надо любить. Да нет, петух соседский. Как начал орать в 4 утра. И все, я заснуть не могла больше. Голос такой противный еще. Я не позволю какому-то петушаре портить жизнь моей жене. Сейчас пойду вещи пойму все перья. Где ты, петушара? Иди сюда! Ириш, я тут подумал. Только отнесись, пожалуйста, серьезно к моему предложению. Может, мы с тобой сходим к психологу? Чего? То есть у тебя дома собственный психолог, а ты опять налево собрался? Я не это хочу сказать. Ты хочешь сказать, что у меня проблемы? У нас проблемы, Ира. У нас. Из-за наших ссор страдает наша дочь. Она не может всю жизнь жить у бабушки с дедушкой. Так это я виновата? Прекрасно. То есть изменился своей Олей ты, а виновата я. Сколько же можно, Ира? Я не изменял с Олей. Сколько тебе повторять можно? Во-во, у меня дома точно такая же ситуация. Один в один. Сейчас мы и до вас доберемся. Не мешай мне нужно работать. Это мне нужно работать. Итак, Антош, продолжим. Деньги принесла? И тебе, здравствуй, сынок. Ой, извини, мам. Ну, привет. Деньги принесла? Лучше. Я принесла платье. Какое платье? Вот такое. Вот это я понимаю, выпускница. Класс. Как из японских мультиков. Как из взрослых японских мультиков. А еще говорят, что в СССР секса не было. Много вы понимаете. Мы в то время все так в школу ходили. Мама, ты, конечно, прости, но это платье не для выпускного. Откуда ты знаешь? Тебя же там не было. А ты не был на выпускном? Нет. Я заболел. Интересно, чем это нужно было так сильно заболеть, чтобы пропустить выпускной? Корью? Волчанкой? Боже мой, 37,2. Самая опасная температура. Никакого выпускного. Немедленно в постель. Мама. И не мамкой, не быстро. Почти. Тамара Брониславовна, Женя прав. Это платье перебор. Вам не угодишь. Снимай. Пап, ну что делать теперь? Ладно, пускай будет красная, но с накидкой. Спасибо. Ну давай, быстренько ищи свою зарядную и поехали. Да уж, шоу «Холостяк» продолжается. На пятый день меня уже тошнило от этих круассанов. И я не могла дождаться, когда уже прилечу обратно. А тут такой приятный подарок. Это ты мой подарок? Ну так что, к тебе? Конечно. А что нам может помешать? Блин. Пройдемте в машину. Будем составлять протокол о превышении скорости. Мы разве быстро ехали? Мы ничего не нарушали. Я разговариваю с водителем транспортного средства. Пройдемте. Саша, ты имеешь полное право оставаться в машине. Да все в порядке. Я скоро вернусь. Иду. Мам, а почему ты не вышла замуж? Потому что твой папа тот еще подарочек. Да, ну я не про папу. Я вообще. Понимаешь, сынок, я просто таких, как твой папа, не встречала. Таких плохих или таких хороших? Ну таких. Так, ты свою зарядку нашел? Да. Все, поехали. Ну и зачем весь этот сыр? Всегда можно договориться. Сейчас ты так договоришь. Ну ты где пропадала? Я в сердце, да? А ты на звонки не отвечаешь? Да я за границей был. Только прилетел. Я страшно по тебе соскучился. Да? А ты вообще понимаешь, что я в розыск на тебя забралась подавать? Да, да. Ты же ничего не сказал? Ну теперь, когда я вернулся, у нас очень много времени все наверстать. Последний вопрос. Красная, черная? А лучше без. Тогда восемь у меня. Без опозданий. Стоять. Что за красная шапочка в машине, а? Да это... По работе. Ладно, смотри, чтоб не серовок не прошло. Алло, гаражник! Что надо? Что надо? Петуха твоего мне надо. Можешь мне все сказать? Я ему передам. Хорошо. Слышишь, ты петушара. Не понял. Это не тебе, это петуху. Так вот, если ты еще раз в 4 утра заорешь, я за себя не ручаюсь. Да он тихонько, его почти не слышно. Это тебе глухой пень, может, не слышно. А для моей Светы это невыносимо. Да он не такой. Ты хочешь сказать, что моя жена врет? Нет. Да что ж мне ему, это, клюв, скотчем замотать? Это не мои проблемы. Делай, что хочешь, но чтоб он больше не орал. Иначе с клювом проблемы будут у тебя. Я не буду ничего делать. А вот ты можешь его купить у меня. И разобраться с ним сам. Сколько? Ну, а сколько не жалко? Для тебя? Вот столько не жалко. Хватит? Мало. Ладно, ладно. Держи. Еще столько же. Давай, подставляй руки. Какую-то мелочь. Петер, Петер, Петер. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Да, кстати, клетка в комплект не шла. Придется заплатить. Так. Ну, ну, не так нет. Все, забирай. Так, а что мне с ним делать? Что хочешь? Это теперь твоя птица. Хочешь ему клюв этим? Скотчем замотай. Хочешь суп свари? Суп? Как это суп? Ну, как? Ну, очень просто. Он топориком по башке чик. И все, бульон. А можешь ты его топориком чик? Я? Нет, не смогу. У меня рука не поднимется. Я же его еще яичком помню. Он мне почти как друг. А друга убивать я не стану. Бесплатно. Петя, 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 Петя. Так, ну все. Прощай, друг. Подожди. Это что? Это что было? Так это не он орал. Так я тебе сто раз говорил. Блин, так нафиг тогда он нужен? На, забирай своего петуха. Отдавай мне деньги. Да, мне тоже петух не нужен. А деньги нужны. Теперь это твоя птица. Делай с ним что хочешь. Э, подожди. Ты куда? Э, забери его. Не оставляй меня с ним наедине. Никита Сергеевич, мы вас пригласили в качестве финансового консультанта. Для того, чтобы оценить активы наши с мужем компании. Мы решили продать дело всей нашей жизни, чтобы... Летить себя друг к другу. Мы же столько лет вместе. 35. 36. Будет в сентябре. Вы знаете, время летит. И то дети, и то внуки. Да. То бизнес. А на себя времени не хватает никогда. Вот мы и позвали вас как профессионала, для того, чтобы вы рассказали нам, за сколько можно продать нашу компанию. Понимаю. Мне нужно время, чтобы изучить документы. Чай, кофе? Спасибо, не надо. А тебе? А мне можно зеленый чай, любимый. Зеленый с лимоном? Можно с лимоном. С медом? Можно с медом. А можно без меда. И без лимона. Хорошо. Никита Сергеевич, я вас умоляю. Вы должны сделать все, чтобы наша компания не была продана. Я не смогу с ним быть 24 часа в сутки. Вы понимаете? Это невыносимо. Сейчас у нас есть работа. Вы понимаете? Мы работаем. А когда не будет работы, мы же целыми днями будем с ним вместе. Круглые сутки. Я его знаю. Сто лет я этого не вынесу. А вот и чаек. Солнышко. Как ты просила. Ой, спасибо, дорогой. Боже мой. Здравствуй, Саша. А то что еще спишь? Ну, можно и так сказать. Слушай, здесь такое дело. Сегодня у Вики выпускной. У тебя в клубе. Ну, отлично. Я буду. Поздравлю. Ну, не в этом дело. Ты не мог бы за ней присмотреть? Да не вопрос. У меня, правда, одно дельце еще есть. А потом сразу в клуб. Такой закатен выпускной на всю жизнь, Вика запомнит. Вот не надо на всю жизнь. Лучше тихо, спокойно. Женечка, Женечка. А это же выпускной. Раз в жизни бывает. Вот я помню, мы пили всю ночь. Орали песни. В речке голыми купались. Секс с молодой химичкой. Какой секс? Они еще дети. Многие дети как раз после выпускного и становятся взрослыми. Ну, слава богу, хоть алкоголя не будет. Ну, да. В ночном клубе. Саша, это очень важно для меня, для Вики. Да ладно, не переживай. Вика в надежных руках. Ну, я... Здрасте. Здрасте. А ты не боишься, что еще один ревнивый муж тебя разыщут. А я любовник-невидимка. Опасность мое второе имя. А невидимку в книге поймали, в конце концов. То книга, Женя, а это жизнь. Давай. Игорек, вообще-то я совершенно другое имел в виду, когда сказал, поиграй на улице. Ну, чем мне еще заняться? Да чем угодно. Вон. Птицу покорми. Ты хотел домашнее животное? Вот. Теперь это твой питомец. Мать где? В магазин пошла. Зачем? Беруши. Затычки такие уж есть? Есть печенье Мария, сок томатный, уксус, тесты на беременность. Ой, спасибо, уже не надо. А вата? Сладкая? Медицинская. Две упаковочки, пожалуйста. Женя, иди сюда. А может быть, ты и прав. Я тоже начала переживать. Посмотри. Это я смотрел. Ты? Параноик. Может быть, я и параноик, но в первую очередь я отец. Ну, а вот. Это тебе. Зачем? Что значит, зачем? А, пользоваться? Ни в коем случае. Ну, зачем ты гадаешь? На всякий случай. На какой такой случай? Который, надеюсь, не произойдет. Ну, а если вдруг произойдет? Никогда. Совсем никогда. Так, не морочь мне голову. Через 15 минут выезжаем. Я на секундочку в бухгалтерию. Не скучай, любимый. Ты хорошая. Здесь что-то нечистое. Ваша жена... Послушайте, я хочу вас кое о чем попросить. У нас очень мало времени. Сделайте так, чтобы наша компания не продалась. Ну, зачем? Послушайте, мне лучше повеситься, если я на пенсии буду целыми сутками находиться с моей женой. Я ничего не понимаю. Но вы же ее так любите. Заботитесь о ней. Называете любимая, зайка, родная. Да, помните, я действительно ее люблю. Но есть же какое-то чувство меры. У меня здесь кабинет на пятом этаже. У нее на четвертом. И мы встречаемся на работе только по работе. А если я с ней буду находиться 24 часа в сутки в доме за городом, я сойду с ума. Понимаю. Любимая, я дома. Любимая. Сюрприз. Любимая. Моя девочка. Эй, хозяева. Хозяева, есть кто дома? Петуха хочу купить. Задорого. Эй, хозяева. Я тебя петушовок. Хочешь? Чипсы с курочкой? Ммм. Иди сюда. Иди сюда. Ты что, золото, блин? Сюда иди. Сюда, я тебя сказал. Иди сюда. Сюда иди. Сюда иди. Стой. Ты куда? Я же говорил, что мы встретимся. Вот и встретились. Да еще при такой интересной ситуации. А в чем интерес в этой ситуации? Я просто гулял здесь, дышал воздухом. Или это противозаконно? А петух? Какой петух? Петух. Не было никакого петуха. Вам привиделось, наверное, померещилось. Наверное, нагрели вы головушку свою. Или перекупались. Хорошо. Пап, остановись здесь, пожалуйста. Аша, что-то... Забыла? Да нет, просто... Возле клуба припарковаться негде. Я лучше пешком, ладно? Пешком? Почти километр? В таком виде на каблуках? Нет уж. Пап, лучше километра на каблуках в таком виде, чем перед одноклассниками на этой старой колымаге. Ах, вот оно что. Стесняемся. Нет уж, Вика. Я тебя породил, я тебя и подвезу. Толкнешь? Пап. Ладно, иди. Конец-то. Так. Ани, Вика, стой. Что? Я тебя провожу. Ну... Я надеюсь, я не такая еще старая колымага, чтобы стеснять тебя перед одноклассниками. Извини. Прошу вас. Саша! Плохой полицейский дома. И я хочу тебя арестовать. Причем... Несколько раз. Привет. Саша? А ты что, кого-то другого ожидала увидеть? Я? Нет. Какой букет? Да, мой дорогой тигра. Что же ты тут делаешь, а? Ну как, сюрприз. Встреча отменилась, и я прилетел на день раньше. А вот как? Угу. Не давно ты тут сидишь? Ну, плюс-минус час. Да? Может, до. Ну так давай же, я тебя займу чем-то больше интересным. Да, мой сладкий котик. Мой выросший. Мой тигра. Мам! Я все внимательно изучил. Необходимо вложить немалую сумму в реорганизацию. Иначе продавать будет просто невыгодно. Ну, боже мой, ну как же так? Любимая, ну как же были такие планы на будущее? Милая, ну что, не переживай так. Ну, ничего. Отдохнем на том свете. Милый. А можно нескромный вопрос? Конечно. Вы так давно вместе. Как вам удается сохранить эти отношения? Никита Сергеевич, главное это любовь. Взаимоуважение, ну и, конечно же, умение идти на компромисс. Правда, любимая? Конечно. Милая. Молодой человек. Отношения – это не разовый стаканчик. Выпил и выбросил. Это фарфоровая чашка. И если к ней относиться аккуратно, бережно, она может прослужить десятилетиями и остаться всегда красивой. Красиво. Давай я помою чашку. Нет, я помою сам. Ну, давай я помою. Не, ну давай, ну какой ты упрямый. Солнышко, это доставит мне огромное удовольствие. Это вам за работу. А это вам от меня, Никита Сергеевич. Спасибо вам за помощь. Да. И за понимание. Вам спасибо. Куда же вы убежали? Это вам. Спасибо за мужскую солидарность. Я – хороший отец, Вика – хорошая дочь. Все будет хо-ро-ро-шо. Олом! Мамуль! Все нормуль! Да, мы сейчас классуху поздравим и будем, это, тусить. Да, мам? Вы куда? Сегодня закрыто мероприятие. Выпускной. Ну, так я и есть. Ты выпускник. Да какой ты выпускник? Самый настоящий. Можете меня поштудировать по школьной программе математика, физика, литература. Знаешь что, мальчик? Иди-то-ка отсюда, а? Твой выпуск сейчас в Собезе, пенсию получаю. А! А,аси, Гордман. А. Икриное сометание. А! Икриное сометание. Икриное сометание. А я кое-что придумала. Что ты придумал? Поиграем? Конечно, поиграем. Что там делать? Закрою тебе глаза, чтоб ты ничего не видел. Заставка? Я это открою. Ты лежи. Так мы еще не доиграли. Так вы, значит, утверждаете, что просто ошиблись двором и птицу не воровали. Да, вот все так и было. Пап, может, его отдадим? Он клюется. Ага. Так это значит, получается, у вас не первый раз. Это значит, получается, что вы у нас рецидивист петушиный, да? Да какой я рецидивист? Да я у соседа купил этого петуха. Угу. Какого петуха? Ой, а я с утра его ищу. Пропал, понимаешь ли, я обыскался везде. Петя. Петя, Петя, Петюня. А он, понимаешь, не тут. В плену. В тюрьме. Так. Ты что несешь? Я купил у тебя его за кучу денег. Какие деньги? Не-не, я не знаю ничего. Ты думаешь, что ты говоришь вообще? Тебе ж тут еще жить. А вот сколько жить, от тебя зависит. О, ладно, ладно. Вы шуток не понимаете. Не-не, никакого петуха он не крал. Во. А вот яблоки с моего дерева на его участок падают и неют. Да заткнись ты уже. Так, ладно. Хорошо, считайте, что сегодня вам просто повезло. А я за вами буду следить. Понял. И не расслабляться. Да-да. Ты, Игорь, это не расслабляйся. Эй, выпускник. Поможи. Я? Слушайте. Слушай, швидше будет. Для вас же. Вон там, вон там бери. Для вас же выступать будем. Давай, давай, давай. Вот так. А я вашу музыку уже лет 15 как слушаю. Спаленок? Миша, привет. Здрасте. Ты видел мою Вику? Видел. Где она? Пошла в вип-комнату с географом нашим. Зачем? Ну, не знаю. Может, они там в города играют? На раздевание. Тебе удобно? Да. Да. Только аккуратнее. Скотина! Папа! Папа, ты с ума сошел? Ты мой учитель. Да? И чему он учил здесь себя? Папа-то я его учила. Ты? Как ты могла? Папа, как могла, так и учила. Что? Мы танец репетировали. Сегодня лучшие ученики должны были танцевать с учителями. Целый месяц репетировали. Ты взял и за секунду все испортил. Танец? А сейчас главное событие нашего выпускного вечера. Прощание со школой. Выпускники приглашают учителей. Спасибо, пап. Как всегда. Вика, я все исправлю. Я его быстро в чувства приведу. Мужчина! Мужчина! Ирочка, прости меня, пожалуйста. Я сегодня услышал одну очень поразительную вещь. О том, что отношения это не одноразовый стаканчик. Выпил и выбросил. Это как фарфоровая чашка, с которой нужно обращаться аккуратно. Беречь ее и хранить. Никит? Спасибо, ты так давно не дарил мне цветы. Особенно такие, особенно столько. Никит? А что это? Где? Я смотрю, деловая встреча прошла удачно, да? Выбирай свой веник. И кто? Это кто-то новенький или опять Ольга Николаевна? Да какая Ольга Николаевна? Какая Ольга Николаевна? Я уже забыл о ней. А если ты не можешь забыть, то у тебя, точнее у нас, проблемы. Сколько можно повторять? У меня ничего с ней не было. Да как я могу это знать? Погадай. Любит? Не любит? Изменял, не изменял. Ольга, не Ольга. Николаевна, не Николаевна. Как я устал от этого. Ирина Васильевна. Ирина Васильевна, я конечно жутко извиняюсь, но я посмотрел на ваши отношения и понял, что у меня в семье все очень хорошо. Даже очень. Спасибо вам за консультацию. До свидания. Пожалуйста. Очень рада, очень. Очень. Любимая. Мы с тобой уже несколько лет вместе. И ты безумно радуешь меня в качестве моей девушки. Правда. Но мне этого мало. Я очень хотел бы, чтобы ты разделил со мной крышу головой. Стол, стул. Ну в смысле кровать мою. Моей радости, горести. Одиночество, что там еще. Ну в общем, короче. Ты согласишься выйти за меня замуж. Пап. Пап. Тут по поселку такие жуткие слухи ходят. Какой-то маньяк приехал из города, ворует петухов. Не? Не слышал? Не, не, не слышал. Угу. Слушай, может оставь этих птиц в покое? Свет, ну это же для твоего комфорта и спокойствия. Для своего комфорта и спокойствия я купила оберуши. Точнее вот. Вот это. Мне кажется, что они несколько большего диаметра, чем твои уши. Или ты от меня что-то скрываешь? Ха-ха-ха. Кто там у нас пришел? Это что? Вот он. Нарушитель вашего спокойствия. Да. Меняю. На своего петуха и клетку. Так... Правда придется немного доплатить. За что? Как за что? Да я ради друга, можно сказать, пошел на убийство. За друга спасибо, конечно. Я не про тебя. Я про своего петуха. Заодно и суп можно сварить. Кстати, беременным. Куриный очень полезный. ПЕСНЯ Так... Что, собственно, ждем? Как что? Петуха? Деньги, клетку? Суп? 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 Я все питав за то, що була кожного дня, ти поряд зі мною. Я все питав, щоб наші сердца билися в текст, билися в текст. Це один з найпрекрасніших днів в вашому житті, і сьогодні ніхто не буде самотнім. Дякую за перегляд! Це ж... це ж мій клуб! Поехали! Ну... Поехали. Поехали. Я все питав, що в наші сердця билися в текст. ПОЁНЯЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ПОЁНЯЮЩАЯ МУЗЫКА